Это было в фронтенд и с бакэнда, наверное, как все. И поэтому мое первое приложение было вот такое. У меня был очень жирный фронтенд. Там был написан Ruby on Rails. На фронте у нас была jQuery, которая делала вещь, что оно фронтенд-приложение. На самом деле это было не так, но там какие-то свистелки с переделками выдавало и такая страничка. Потом я стал умнее и понял, что современные веб-приложения должны выглядеть вот такое. Над ними, как правило, должны работать две команды. Одна команда работает исключительно на фронтендовую часть. При помощи фронтендового какого-нибудь. То есть вся бизнес-логика, которая относится к приложению, может быть сосредоточена на клиенте. Есть сервер. Это очень тонкая прослойка. Его задача, на мой взгляд, состоит в двух вещах. Первое. Это выдать первую страницу, индекс страницы. Весь из страны клиентский роутер будет подходить уже на стороне клиента. И второе. Оно используется в качестве авторизации и проксирования дата-сервисов. Дата-сервисы – это отдельная история. Я могу писать другую команду, в принципе, можете от этих людей не знать. Это, как правило, кем-нибудь бородатый, умоленном опытом дядьки на сторонах в свитерах, которые думают, что на клиентской стороне мы там игрушками балуемся. Просто технологии рассказывать долго не буду, да? Потому что у нас Максим был, он рассказал все замечательно. Какой ангулар офигенный. Есть и 5D-ангулар, так называемый. То есть это Drive, Don't Repeat Yourself, Declarative – он декларативный. Это действительно так. Датабиндинг, про двусторонний датабиндинг Макс рассказал просто офигенно. Включая MindLance, да? Это контрольная dependency injection, что, в принципе, позволяет вам контролировать зависимости вашего приложения и очень легко писать у него тесты. Потому что при помощи dependency injection вы можете мокать данные. И, естественно, он дизайнер-френдлинг, он дружелюбен дизайнером и программистом, потому что шаблонов в нем нету как таковых. Он использует обыкновенный HTML-код в качестве шаблонизатора. Естественно, мы будем стараться не придумывать собственные велосипеды. Есть куча библиотек, уже существующих, которые сделали другие умные люди. Про них Макс уже тоже начинал рассказывать. Это UI-пост-рап, UI-раутер. Если кто-то не использует UI-раутер из тех людей, которые работали с Angular, я вам очень рекомендую. Посмотрите, у нас времени мало, вне снять времени вообще нет, просто не используйте. Если сравнивать UI-раутер с NG-раутером, в Angular, в Angular, в стандартном, это все равно, что сравнивать швейцарский шоколад с карамельным взлетным. В библиотеке UI-дилс офигенная вещь. Включает в себя реализацию дополнительных фильтров, включает в себя реализацию infinite-скролла. Много, много на самом деле вещей. Но на самом деле с Angular не все так гладко. У него есть проблема. Проблема, главная, которую я считаю, это документация. Документация Angular по частям, она классная. Каждый компонент сам по себе документирован очень хорошо. Готовых рецептов для того, чтобы приложение надо строить вот так, их нет. Концепция Angular, в отличие от Ember, а Ember, кстати, я считаю, самый главный конкурент Angular, состоит в том, что мы дадим вам кирпичики, а вы построите. Ember думает, что если 80% девелоперов чего-нибудь надо, значит, это будет включаться в Core. У Angular все с точностью наоборот. Мы вам дадим инструмент, строите сами. И люди строят, а строят как могут. Поэтому таких вот стартовых проектов, их очень много. И все они очень хреновые. И никто из них не показывает, какую реальная архитектура была бы правильная. К организации проекта надо подходить очень хорошо. Вообще, давайте определимся, что такое масштабируемый проект. То есть масштабируемым проектом будем называть тот, который будет готов как к горизонтальному, так и к вертикальному росту. То есть он должен быть готов к наращиванию функционала или быстрому рефакторингу с одной стороны и масштабированию команды с другой стороны. То есть проект должен быть готов, чтобы придут новые люди или часть людей из этой команды перейдет в другую команду. Проект от этого страдать должен мало. Говоря о организации приложений, мы с вами поговорим про организацию файлов, про организацию бизнес-логики и про организацию кодов. Итак, начнем с организации файлов. Здесь правило очень простое. Не надо организовать файлы по типам. Принцип организации файлов по типам, он знаком, наверное, всем людям, которые работали с МВС-фримерками. То есть у нас есть папка с контроллерами, папка с моделями, папка с вьюшками, папка с директивами, сервисами, где-то отдельно от всего этого лежит папка с юнит-тестами, если они вообще в принципе есть. Это очень неплохо работает для небольших проектов, но когда проект начинает самасштабироваться, люди начинают путаться, где что лежит. С вероятностью в 146% у вас будет ровно один модуль на папку. То есть если у вас есть папка controllers, у вас будет там какой-нибудь файл, который называется app.controllers, который определяет модуль. И все контроллеры будут принадлежать этому модулю. Скорее всего будет так, потому что люди, они ленивые. Я предназначен, что они новые, и неинтересно. Естественно, учитывая то, что у вас будет скорее всего один модуль, а разным контроллерам нужна разная функциональность, dependency injection здесь контролировать будет очень тяжело, потому что вот этот модуль по своей зависимости, он будет разрастаться. Соответственно, тестировать это тоже очень тяжело, потому что для того, чтобы написать юнит-тест, это маленький кусочек функционала, вам надо будет инжектить очень много дополнительных элементов, которые здесь не нужны. Из-за того, что ваш код разбросан по разным папкам, переносимость между проектами очень маленькая, потому что вам для того, чтобы перенести одну фичу, так скажем, из одного проекта в другой, надо пройти по 10 папкам, скопировать, перенести, что-то там попереименовывать. Это неудобно. Другой альтернативный подход к организации кода, это организация кода по фичам. Этот подход, он очень оправдан, и получает все больше и больше популярность. как single-page application, так и среди людей, которые работают с singular. В чем разница? Организация кода идет по компонентам. Структура папок полностью отражает структуру вашего приложения. То есть, если посмотреть на FileMesh, например, приложение, и на структуру папок, они должны быть, в принципе, идентичны. Компоненты переносить очень легко, потому что перенос компонентов будет заключаться просто копипастой одного маленького модуля. А весь модуль и все файлы, которые принадлежат этому модулю, находятся в одной папке. То есть, ваше приложение по своей структуре будет выглядеть примерно так. У нас есть папка src, там у нас лежат исходники нашего приложения. Вим, и папка будет рядом build, когда будет уже приложение пропилироваться. Есть папка app. Там лежат все файлы, которые принадлежат вашему аппликейшену. Про структуру этой папок, про структуру каждого фичи или каждого компонента отдельно, мы чуть позже поговорим. Есть папка common, в которой лежат потенциально переносимые фичи. Либо какие-то компоненты, которые нужны вашему приложению, но они не принадлежат одному конкретному скрину. В папке app у нас лежат модули, которые, в принципе, отражают страницы вашего приложения, в принципе, отражают скрины. Все, что вне папки src, это просто вспомогательные какие-то вещи. Туда можно относиться как package.json, power.json, настройки гранта, все что угодно. Но оно непосредственно к приложению не относится. Application layout в данном случае будет выглядеть следующим образом. Предположим, у нас есть какой-то модуль user, и все файлы этого модуля, включая сабмодуль, лежат в этом каталоге. То есть у нас есть user.js, это файл, который определяет сабмодуль, скажем, определяет его роутинг. Есть файл с контроллером, есть less-файл, который принадлежит конкретно странице юзеров. User.js.js, это тесты. Тесты наших фичей лежат рядом с этими фичами. То есть человеку, когда нужно что-нибудь поправить, он приходит, и он точно знает, в каком папке лежат все файлы на конкретной странице. Работать становится гораздо быстрее. Естественно, что наши модули становятся в данном случае атомарные. То есть одна фича на один модуль. И сами модули могут разбиваться на сабмодули. То есть в конкретном случае с юзером, например, у нас может быть сабмодули на создание юзера, на поиск юзера, на редактирование юзера. Ну, предположим, да? И они лежат в подпапках для модуля юзер. Это будет user create, user search. Определяя зависимости, у нас будет определение зависимости и старший модуль определяет все зависимости, все свои защищенные зависимости. То есть модуль юзер, как качество зависимости, берет модуль upuser create и upuser search. Upuser create — это отдельный модуль, но зависимости нет, потому что он внутренний. И мы уже в главное приложение, собственно, в AppJS, будем инжектить только upuser. При этом структура модулей должна отражать структуру урла. То есть если вы в урле видите user slash create, вы точно знаете, куда вам надо идти, чтобы что-нибудь там поправить. Вы подняете в app slash user slash create. Говорим про организацию. Я спешу на самом деле, потому что времени у нас мало, все устали. Да, про организацию логики поговорим. Тут все очень просто. Макс тем более, что уже все рассказал за меня. У Angular есть сервисы. Это injectable singleton, которые отвечают за состояние приложения в тот или иной момент времени. Также вы можете шарить данные между контроллерами с помощью сервисов. Также может быть инкапсулирована какая-то бизнес-слойка. Есть непосредственно контроллеры. Контроллер в понимании Angular — это мост между сервисом либо data layer и непосредственно уровнем презентации, то есть вашей вьюшкой. Бизнес-слойку там пишут, что их держать нельзя. На самом деле все выборочно. Если у вас есть какая-то страничка и какую-то небольшую часть манипуляции вам надо сделать конкретно на этой странице, я думаю, что ничего страшного, если выбор разместить в контроллере не будет. Но в принципе это всего лишь мост между данными и отображением этих данных. Директивы — это способ манипуляции домом. Из контроллеров домом манипулировать нежелательно. Для этого используются специальные вещи, директивы. По помощи директивы, кстати, можете придумывать собственные HTML-теги или собственные виджеты. Также директивы могут всплать в качестве атрибута. Фильтра — это функции редактирования, ни больше, ни меньше, всего лишь. Макс показывал, как при помощи фильтров валюты выводить и время выводить. Вот, собственно, и все, да? Легко. Хотя не совсем легко. Мы же про масштабируемые приложения говорим. С масштабируемыми приложениями у вас будет... Рано или поздно вы можете столкнуться с проблемой, что слишком много общей функциональности, которая просто по вашему проекту расстанется через купю-пасту. Что действительно сложные проекты имеют множественные контроллеры. И в каждом контроллере есть купю-паста какой-то бизнес-слогики. Бизнес-слогика не разделена нормально. Нет нормального механизма наследования. Вы, конечно же, зададитесь вопросом. Ну, а как я могу улучшить ситуацию? И нормальный программец знакомый с МВС-парадигмами мне ответит. Возьми модельку и перенеси всю бизнес-слогику в модель. Это неприятность. В Angular бизнес-моделей нет. А бизнес-модели на самом деле это нечто, что является сердцем вашего JavaScript-приложения, грубо говоря. Там сконцентрирована вся бизнес-слогика. И контроллеры должны использовать эти модели, использовать эти коллекции. А их нет. Беда. Надо придумывать, собственно, какое-то решение. То есть, как вариант, мы можем разработать для наших приложений какую-то базовую модель. В данном случае она будет иметь метод только Extend, который будет инициализировать модель. А дальше мы будем работать на уровне прототипов. То есть, в данном конкретном примере есть юзер-модел, который, это factory, сервис, который инициализирует базовую модель. Добавляет, что в нашем юзер-моделе есть поля, имя и эластная фамилия. На уровне прототипа можно добавлять какие-то функции, методы, расширять его. И, естественно, наш factory вернет уже экземпляр юзер-модели. Из контроллера мы просто вызовем не юзер-модел, передадим туда параметрами, имя и фамилию. И уже из вьюхи мы можем обращаться к методам юзер-модели, юзер-модел, где-то им, например, для того, чтобы вывести имя. Преимущество вот этих вот штук в том, что они наследуемые. То есть вы потом уже можете от юзер-модели, создав базовый класс юзер-модели, наследовать, скажем, админ-юзер или непростой юзер, не знаю, бетмер. Здесь же, в принципе, работает принцип композиции объектов. То есть вы в одну модель можете инжектить другие модели. Такое вертвление будет работать. Коллекция. Коллекции в Angular тоже нету, к сожалению. А отличный пример работы с коллекциями на самом деле – это бэкбоновские коллекции. И в наших проектах мы старались отобразить нечто подобное. Создать коллекции наподобие бэкбоновских. Из коллекции – это группа моделей какого-то типа. У меня есть, может быть, коллекция юзер-модели. Коллекции используются для хранения и манипуляции группой моделей. Коллекции, по большому счету, это абстракция над массивами. То есть у нас есть массив моделей типа юзер и какие-то дополнительные функции по работе и манипуляции этим массивом. Например, создаем коллекцию. У нас будет юзер-коллекшн, которая будет у нас уже экстендиться от бэйс-коллекшн. Хочу чуть позже поговорим по поводу бэйс-коллекшн. Все, что нам нужно передать – это с каким типом моделей работает эта коллекция. То есть в данном случае мы работаем с юзер-моделом. И, скажем, мы на уровне прототипов добавляем метод getNames, который будет вызывать служебную функцию getItems, которая будет у нас прописана в бэйс-коллекшне. И вытягивать, вытянув все их юзеров, получат по ним имена. То есть, смотрите, у нас item.getName – это метод, который описан у нас в юзер-моделке немножко раньше. В контроллере мы создаем новую коллекцию, например, выполняем служебный метод add, который, чтобы добавить туда что-нибудь. А в объюхе мы уже при помощи ng-repeater обратимся к методу getNames, чтобы получить список имен-усеров и вывести их в ng-repeater в цикле. Базовая коллекция в данном случае – это классы, которые предоставляют базовые интерфейсы. То есть, базовые переиспользуемые функции, которые используются постоянно, которые даже не очень специфические для одного конкретного проекта. Они могут переноситься между проектами. Такие методы могут быть метод add для добавления, reset для очистки массива, getItems, все, что угодно, в принципе. Базовая коллекция, учитывая то, что мы считаем ее как абстракция над обыкновенным массивом, мы можем проксировать ему методы Underscore. Кстати, в своих проектах старайтесь использовать Underscore. Вообще, придумать какие-то новые велосипеды – это нехорошо, если куча библиотек, которые оптимизируются и которые, в принципе, сами по себе являются оптимизированными. Такими, собственно, относятся это Underscore или LowDash. Если что-то, что там реализовано, есть, лучше использовать LowDash. То есть мы можем проксировать туда методы, такие как forEach, lastFind и другие методы LowDash. Естественно, коллекции должны работать с REST-ом, с сервером. И для этого можно применить то, что мы называем Data Resource. Data Resource – это абстракция над HTTP-сервисом, либо NG-ресурс-сервисом. То есть это абстракция над прямыми запросами к серверу. Что это нам дает? Мы можем выделить универсальный API. Например, у нас наши ресурсы всегда будут иметь метод list, метод update, метод delete. Для того, чтобы потом в моделях модель могла дергать ресурс и могла дергать уже какой-то конкретный метод. То есть мы можем использовать автогенерируемые ресурсы. Я еще позже покажу, что я имею в виду. Я, кстати, спешу. Извините. Просто по времени сбился. На самом деле все вот эти примеры вместе с презентацией будут выложены. И реализация моделек и коллекции будет доступна на GitHub для того, чтобы ее можно было посмотреть и ее самим пощупать. Идем к организации кода. Интересно. Что такое технический долг? Все знают? Да? Технический долг это каждый раз, когда мы пишем какой-нибудь fix me, тудушку, когда мы считаем, что в этом случае я просто скопифатшую, забуду. Все это накапливается в технические долги, которые выводятся потом в рефакторинг, который очень редко к кому достается. То есть к техническому долгу надо относиться тщательно и стараться его не развивать. Нужно придерживаться код стайла. Код стайл это, ну все знают, что такое код стайл. То есть код должен быть читабельным, код должен быть прозрачным. Логика должна быть по возможности не слишком запутанная. Надо договариваться в конвенции табов против спейсов. Примеры из реальной жизни, люди просто-напросто не договорились, потом приходит какой-нибудь full request на ревью, и там очень тяжело понять, потому что гид показывает, что изменилось абсолютно все. А там всего лишь табы со спейсом перепутан. Код должен быть документированный и по возможности хорошо комментированный. Потому что мы пишем всегда свой код, а читаем всегда чужой. Даже если этот код был написан вами, скажем, спринт назад, и без комментариев, вы очень небольшая вероятность, что вы не разберетесь в том, что вы имели в виду и зачем вы это все писали. Надо следовать методу single responsibility. То есть один файл на одну единицу функционала. Если у вас есть файл, который определяет модуль и его роутинг, это один файл. Если у вас к этому модулю относятся какие-то контроллеры, это другой файл. Если вам нужен еще один контроллер, не поленитесь, создайте еще один файл. Это то же самое с factory, то же самое с фильтрами, со всем. Это позволяет очень хорошо контролировать историю изменения на гитсе. Это позволяет быстро ориентироваться в самом файле, потому что в конкретном файле у вас только код, который относится к конкретной фичи. Вы не открываете какой-нибудь монолитный файл, там куча контроллеров, вы пытаетесь найти где-то именно на вашей строчке кода, которую вам нужно отредактировать. Это удобно. Старайтесь следовать принципу EFE. Это immediately invoked function expressions. Это функция, которая вызывается мгновенно после ее описания. Это дает вам возможность, чтобы ваши функции и переменные не участвовали в глобальном сколпе. То есть нет вероятности того, что другой программист не по незнанию перетрет эту переменную. Или перетрет вашу функцию. Также проблема глобального сколпа в JavaScript в том, что там достаточно много потенциальных мамореликов. И принцип EFE не то, чтобы их убирает, но убирает вероятность их появления. Старайтесь резолвить промиссы для своих контроллеров. То есть у вас есть роутинг, к сожалению, макс до него не дошел. Но в роутинге можно сказать, что до того, как покажется это вьюха пользователю, я должен получить такой-то набор данных. Например, у вас есть, скажем, страница с товарами. И вам нужно получить список товаров до того, как юзер увидит непосредственно вьюшку пустую. Вы показываете coinbit emloader. Начинается переход на эту страницу. Там, где вы определяете, в роут-провайдере, там, где вы определяете этот роут, вы резолвите ваши зависимости, делаете запросы к серверу, получаете список товаров. И дальше вьюха покажется мгновенно с уже отрисованными на ней объектами, уже отрисованными товарами. Что еще хорошо в том, что вы резолвите эти промиссы, это возможность быстрого и простого написания юнит-тестов. Если вы работаете с HTTP и делаете запросы для получения каких-то данных, юнит-тесты, писать не так уж и легко. Их не так легко писать, потому что запросы выполняются синхронно. В Angular есть механизм, называется HTTP backend. Он используется для того, чтобы замокать эти запросы. То есть он перехватывает запрос и отдает заранее подготовленный объект назад. Если мы будем резолвить эти запросы, каждый резолв – это injectable. То есть в контроллер придет уже зарезолвенные данные от сервера. На уровне mock-ов это будет работать таким образом, что вы вообще не будете делать лишь в типе запросов. Вы просто, когда будете писать юнит-тест, передадите уже зарезолвенный набор данных тестовый, за mock-овый. Кстати, тесты кто-то пишет? Да. Да ладно. Заставляют. Заставляют? А кто, если заставляют, можете понять руки в тех, кто считает, что в принципе тесты – это полезно? Молодцы. Тесты на самом деле полезны. В принципе, тест-driven development – это нормальный принцип, он работает. Только надо разделять тесты на категории. Есть быстрые тесты, средние тесты и длинные тесты. К быстрым, коротким тестам относятся тесты, которые выполняются у вас на локальном компьютере при любом изменении. Это smoke-тестирование, простейшее юнит-тестирование. Быстрые тесты должны работать до первого упавшего. Всю цепочку прогонять не следует. Если сработал быстрый тест, значит вы уже что-то сломали, значит уже надо что-то чинить. Средние тесты. К средним тестам относятся тесты API, сервисов, базы данных, но на уровне mock-ов. То есть реальные запросы там не выполняются. Это более обширное тестирование, которое тоже выполняется у вас на локальном компьютере. Желательно, чтобы он выполнялся перед каждым компьютером. И длинные тесты, они работают на environment. Они работают с настоящими данными. Самое хорошее, что при них можно сказать, это то, что их не пишут программисты, их пишут тестировщики. Это так называемое n-to-n тестирование. Что дает тесты? В первую очередь, на самом деле, это просто дает возможность понять, что вы хотите получить в результате. Многие люди сначала пишут функционал, потом догоняют его тестами. Неправильно. Правильно написать тест, даже не то чтобы тест, а заготовку этого теста. Вот так. Пока вы думаете над какой-то функционалом, как вы будете его реализовать, вы просто для себя строчками пропишите, что вы хотите получить в результате. Это контроллер. Он должен возвращать фото. Это позволяет лучше понимать фото. Это мотивирует. На самом деле мотивирует. Когда вы видите зеленые тесты, это хорошо. Когда вы видите желтые или красные тесты, это плохо, хочется переписать на чего-нибудь. Это сделать зеленым. Это позволяет быстрее релизиться. Это позволяет делать ваш рефакторинг очень стабильным. То есть у вас нет вероятности того, что процесс рефакторинга какой-то фичи, вы сломаете все остальное. Следует следить за покрытием кода. Для этого есть куча кулзов, таких как Истанбул, JS, Coverage, Blanket, непосредственно в браузере работают. Есть онлайн-сервисы вроде Carls.io, которые хранят историю изменения ваших тестов и историю успеха вашего проекта, когда тесты работали, когда тесты падали. Также дополнительно код-коverage показывает, какие области вашего приложения были еще не протестированы, кто из ваших коллег ленится. писать тесты или не считает их должными. Позволяет находить участки кода, мертвого кода, который просто никогда ничем не вызывается. Очень часто на самом деле в процессе рефакторинга или добавления какой-то фичи вы открыли контроллер, посмотрели, чего. Это же не я писал, вдруг что-то сломается. И рядом пишут и то же самое. Просто чтобы ничего не сломать. Если позволяет убрать такие кусочки кода, которые не юзерены. На активно развивающихся проектах, к сожалению, стопроцентным покрытием юнитестами держать невозможно. То есть имеет смысл определить какую-то планку и просто стараться не падать ниже нее. Эта планка может быть где-то в районе 70-80%. Если у вас 80% покрытия кода юнитестами, это очень классно, это офигенно. Применительных ангуларов. Мы говорим, что будем ранние тесты, подразумеваем карму и другую сторону. Карма, в качестве тест-акулар, была написана теми же самыми людьми, которые пишут, собственно, ангулар в Google. Карма работает не только с ангуларом. Это хороший тест-ранер для любого JS-фреймворка. В принципе, она отлично работает тем же самым блокболом. Это не фреймворк. Это раннер этого фреймворка. То есть это то, что заставит запуститься ваши юнит-тесты. Фреймворк в ангуларе – это, наверное, аджесмент. Например, большинство примеров на сайте самого ангулара покрыто юнит-тестами, чтобы показывать, как эти юнит-тесты писать. И эти юнит-тесты написаны на аджесмене. Хорошей альтернативой, в принципе, является МОКО с чаем. А читай цвета. МОКО – это фреймворк, а чай – это то, что позволяет мокать данные. То есть, в принципе, инструмент замены настоящих данных, ненастоящих. Протрактор – это классная пуза для M2N-тестирования. Написано тоже в стенах ангулара для ангулара, потому что позволяет отслеживать состояние скопа в тот или иной момент времени состояния дегисцикла. В принципе, программист должен быть ленивым. Согласны? Потому что здоровый олень – это двигатель прогресса. Мы с вами говорили о том, что у нас куча файлов. В каждом файле может быть три строчки кода. Это контроллер какой-нибудь, который просто создает там скол, mybar равняется один, и все. И все это в одном файле. Собирать это потом руками невозможно. Должен быть какой-то процесс автоматизации. А подключать их в браузер тоже по одному файлу тоже плохо, потому что браузер работает с одним ресурсом только в четыре потока. То есть в один момент времени у вас будет грузиться только четыре файла, а у вас в приложении, скорее всего, четыре. То есть типовые процессы надо автоматизировать. Что автоматизировать? Как мы уже говорили, это конкатенация файлов, например, сборка проектов. Все джаваскейптовые файлы будут собраны в один файл автоматически. Это ленификация или минификация. Это сборка сорсмапов для CSS. То есть когда вы перегоняете ls или sass в CSS и делаете минификацию, скорее всего, вам надо будет еще добавить сорсмап. Это ботчеры. То есть как только вы сохранили какой-то файл, как только было произведено это изменение, вы можете написать задачи, запустить юниотесты, перезагрузить Live Reload браузер самостоятельно, потому что мы клянили, зачем нам опять нужно скрызываться все делаем. Это задачи по препроцессингу, то есть перегонка ls и sass, либо в компаса, непосредственно в CSS. Это, как я уже говорил, задачи по тестированию. При любом изменении файла запустить все тесты, либо какой-то конкретный набор юниотестов, это, в принципе, уже настраивается непосредственно правильно. Чем это все крутить? Ну, в первую очередь, грант. Грант это не сборщик. Грант это таст-менеджер. Очень важно понимать. Грант, он файлово-ориентирован. Что это означает? Он отслеживает изменения в файловой системе. Чем больше файлов вашей файловой системы в вашем проекте, тем медленнее грант работает. Грант следует принципу конфигурации над кодом. То есть любой плагин конфигурируется при помощи JSON. Вы ему говорите, что просматривать файлы в такой-то категории, в такой-то папке, по такой-то маске, выполнять такой-то набор действий. То есть, например, если у вас произошло изменение в JavaScript файле, значит запускаем тесты. Если произошло изменение в ABU-шке, в HTML файле, значит пересобрать в template cache в ABU-хе, перезагрузить браузер. Если произошло изменение в LAS или в SASE, значит пересобираем в CSS. Плагинов. Ну, на сегодня, не знаю, неделю назад их было больше 357 тысяч чем-то, по-моему. Сейчас уже скорее всего больше. Прямо сейчас уже, наверное, что я тут разговаривал. Это плагины к гранту. Альтернативой гранта является галп. Система, в принципе, относительно новая по сравнению с тем же самым грантом. Галп – это уже не task manager, это непосредственно сборщик вашего приложения. Галп идет по принципу код над конфигурацией. Конфигурации там, в принципе, вообще нет. Там есть простейший API, 4 метода всего лишь. Который в потоке обрабатывает ваши файлы. Он не файлово ориентирован. То есть, открыв файл единожды, галп закроет и прекратит работу с этим файлом, только выполнив все операции, которые поставлены в задачу. В отличие от того же гранта, который, если у нас, скажем, 10 задач по работе с файлом, он файл открыл, отработал, закрыл. Открыл, отработал, закрыл. Это медленно. Галп работает значительно быстрее. Тут, на самом деле, кому как нравится, лично я отдаю предпочтение гранту на сегодня. Логинов немножко больше. Работать с ним немножко проще, на мой взгляд. Но вам попробовать надо будет любое. Слайд, который я забыл. Yaman Generator. Я про него просто вам расскажу. В принципе, Yaman вещь очень полезная для пуст-рапинга. Для развертки новых, быстрой развертки новых приложений. Yaman Generator, он написан, точнее, на Node.js и выполняет ровно одну задачу. Он переносит файл из точки А в точку Бет. То есть вы можете подготовить прототип типичного проекта. Какой-нибудь скелет. То есть папка up, папка common, какие-то package.json и power.json. Хранить это все дело в одном месте. Когда вы начинаете новый проект, выполняете команду, сами программировать на самом деле эту команду, скажем, yo, create. И он перенесет типичную предподготовленную структуру в заданную точку. У вас будет уже предподготовленный проект. Дополнительно, перед тем, как он копирует эти файлы, у вас есть возможность обработать эти файлы. То есть любой файл открыт и, скажем, добавить имя приложения, какие-то пути, имя модулей. В принципе, все, что угодно. У Yaman есть огромный набор саб-генераторов и отличная документация, чтобы писать собственные саб-генераторы. То есть вы можете автоматизировать процесс создания модулей, создания папок, создания файлов, добавления комментариев, например, тоже будет характер. Так. Слишком быстро. Аж загарабливать. Ну что, ладно, давайте итоги подводить. Современные веб-приложения – это не сайты. Это полноценное приложение, которое выполняется на стороне клиента и должно выполняться быстро. Относиться к нему нужно, соответственно, как к веб-приложению, а не как к методу отображения информации с вестелками. Надо пользоваться современными технологиями. Пользоваться, в принципе, можно всем чем угодно, но зачем чем угодно, если есть AngularJS, который, в принципе, один из лучших в Таймберке, в весне самый лучший. Что самое важное, его разрабатывает Google. А возвращаясь к чему-то вопросу по поводу индексации, Google из-за того, что работает Single Page Application в 2013 году официально анонсировали, в 2014 официально подтвердили, о том, что их поисковые роботы поддерживают Single Page Application, то есть роутинг на стороне клиента. Выполнение JavaScript будет добавлено и уже добавлено. Стараемся организовать свои приложения правильно и просто. Вы должны быть готовы к тому, что придет другой человек в вашу команду, человек уйдет из вашей команды, и любой новоприбывший человек должен, посмотрев на структуру вашего приложения, посмотрев на структуру папок, очень быстро ориентироваться, что и где лежит, как этим пользоваться. Не забываем проявление теста. Ну тут, я бы так понял, что все пишут. И, конечно же, автоматизируем все, что можно автоматизировать. Не забываем быть униуми. Исключаем человеческий фактор из любого процесса. Спасибо, вопрос. Спасибо большое. Простите за такие технические небольшие неполадки. Обещаем побольше. Да, я наверно, живет Дениса. И там два принотай Hampshire. Ирина,